всем доброго времени суток привет ну что девочки сегодня опять разбомбила свою кухню посмотрите что мне тут делается у меня побежал на бежал где-то кран где-то вода бежит видите тряпочка лежит и за ночь здесь прям собирается лужа воды сейчас я освободила вот этот шкафчик думаю его заодно и хочу его достать и подлезть с той стороны к крану с той стороны тоже надо будет это двинуть там это двинуть тяжело потому что там у меня канализация прямо врезана в тумбу попробую с той стороны посмотреть где все-таки это бежит или это бежит вот здесь здесь или видите тут от воды все вздумаясь у меня сложности я может потому что тут стоит сушка но сушки есть поддон в общем сейчас буду смотреть где бежит или вот это вот бежит вот этот кран видите свернуться слесарей вызывать местных это вообще нереально они идут даже за деньги да столько ленивые настолько у них есть в общем объекты подороже поинтереснее там где больше денег платит они туда ходят так как у нас всего два слесары на весь поселок то есть тут сват королевку министру хотят то и воротят никто ко мне не идет уже неоднократно вызывал я по другим вопросам правда не поэтому поэтому я вызывать из города это это вообще нереально 20 километров какой где мне его искать во первых этого слесаря даже вызывать какого-то там например мужа на час чтобы сюда человек приехал сколько ему нужно денег заплатить потом чтобы он отремонтировал сколько заплатить в общем это все дорого и нереально я решила все посмотреть сама в конце концов мы же с тимоши эту мебель сами устанавливали но заодно все и вымою здесь вот такой же начинается день вот так у меня начинается утро ну чё отодвинулая ничего у меня тут не бежит это видимо оказывает ну я так думаю что это бежит все у меня сушилки сушилки здесь мимо потом вам и здесь как раз вот все это дело стекает с одной другой стороны еще здесь было около плиты была лужица я еще думаю откуда она здесь появляется она отсушилки надо делать что-то это поддон под нее ставить или сначала на полотенце вытирать как-то посуду в общем так ничего не бежит на только кран сейчас вот этот подтянуть раз я отодвинула да подоставала смотрите оттуда вилки ложки все что мне туда попало ну сколько вилок ложек потому что нету бортика который к стене приклеивается надо его купить но все со временем мальчики смотрите пока я ковырялась с раковиной у меня набежала вот такая лужа откуда она не бежала у меня из-под колонки я голову ломаю где он не бежит я сделать как лучше получилось как всегда хотела подкрутить ножки чтобы тумбы стояли выше вот на уровне с плитой да все это двинула стала подкручивать ножки оказались настолько хлипкими они просто не выдерживают вес этой тумбы в итоге все поставила как есть и что вы думаете у меня получается не текая щель между шкафами придется сейчас отодвигать плиту как-то выравнивать и щели естественно сверху сделала вот так ничего страшного давать мы не будем у нас же все только начинается зато все вымола у меня чистый шкафчик я вымола все под шкафчиками я вымола сзади достала кучу кучу вещей которые у меня упали за эти шкафы представляете там была бутылка вот это фэри который стоит сейчас на столе да там была пачка мы на этом было не там было пять штук вилок представляете упала за эти шкафчик ну потому что нету бордюра но сейчас я даже не вижу смысл вообще никакого бордюра делать потому что квартиру все-таки решила эту продавать ремонт естественно жалко начали делать доделывать уже не будем останется вот такое вот окно не поменена и пока мы наводим порядочек вновать мы не будем будем жить в чистой красивой ну насколько это конечно возможно уютной квартирке на улице мы все равно не останемся что-то себе все равно купим так что вот так вот начинается моя жизнь мои 45 лет мой рубеж депрессию мы впадать не будем кризис среднего возраста у нас будет скажем так а начинаться с счастливой положительной очень хорошей нотки но жизнь только начинается по крайней мере у меня точно девочки 45 лет жизнь только начинать девочки ловите лайфхак смотрите какая у меня есть баночка вот в таких баночках вообще банку банках крупы обычно бронкам банках 700 граммовых вот эту баночку я сделала сама посмотрите все очень просто просто наклеили посадила вечерку обмотала тут а крышку вот такую тряпочку приклеила ленточку привязала тоже приклеила посмотрите какая у меня баночка для хранения получилось ну вот эти баночки меня пока так то есть вот нужно сделать теперь такие простые простые баночки для хранения очень красиво смотрится так явно в порядке тумбочки все сложила сверху у меня крупы это что я по то чем я пользуюсь постоянно внизу я убрала все для выпечки у меня там мука сода ну все чем я пользуюсь когда делаю торты и у меня там травы я летом собираю травы потом мы зимой пьем чаи различные ну это такое то что я собираю на даче с магистики смородины душицы мяты у меня там есть иван чай у меня еще есть сушеный хмель не хмель господи сушеный хвощ я его собирала для того чтобы делать отвары когда болят почки у меня есть сушеная крапива можно ей мыть волосы можно пить когда девочки знают для чего нужно пить крапиву и у меня еще есть сбор трав различных для поднятия иммунитетов я их собирала тоже летом и травы как для от кашля когда урви простудные заболевания быть мачеха там есть то есть у меня там такие травки есть стоит чайничек для их заваривания вот так вот у меня теперь шкафчики мы нашли где у нас бежит замотали это хозяйство изоленты ничего не помогает все равно сверху течет привязали веревочку вот такую пока у нас течет в кастрюлю на ночной воду конечно перекроем надо вызывать слесарей сами тут скорее всего ничего не сделаем или герметиком замазывать в общем не знаю пока все время здесь что-то бежит все время в этой квартире что-то течет пока вот так оставим воду перекроем челки процесс разгрома кухни у нас продолжается так мой мальчик сегодня отказывается сниматься видео что такое тимофей почему почему вы отказываетесь мы посмотрите на нас пожалуйста скажите здравствуйте всем хочет видите у нас тут до сих пор еще разгром мы нашли я показала что мы нашли мы решили сделать очень шарлотку попить чайку так порезали яблоки вот у нас яблоки вот у нас яблоки вот мы приготовили сковородочку так смажу маслечко немного солнечного масла ну как он очень конечно удобно стенки смажем не такая старая древняя сковородочка чугун она не чугунная она из толстостенного алюминия но она очень мне нравится я не выпекают торты и выпекаю в ней всякие вот шарлотки там что-то очень неудобная вещь очень неудобно выпекать так делали так осталось старенькое яблочком как старенькая мама написала яблоки своего сада осталось одно яблоко уже такое жизнью побитое мы решили из него сделать шарлотку честно порезана я его порезала буду надо расположить равномерно вот так вот тимуха разбивает желтки разделяет белки с желтками сейчас мы будем делать тесто шарлотку так еще практически профессионал своего дела все 4 теперь надо белки посолить щепоточку соли а в желтки нужно полстакана сахара тим сахар достань там внизу там внизу нет вот баночки обычно в которой у нас сахара ну и примерно полстакана давай сыпь я тебе скажу на сколько хватит не сюда не сюда в желтке еще еще хватит сначала мы взбиваем белки но знаете на что сделать надо желтки вот так перемешать чтобы сахар желтками растворился растворился в желтках и потом мы взбивать взбивай белки до пены муж разбил желток подождите муж тимоша взбил желток я туда еще немножко потерла цедру лимона с сахаром желток с сахаром и взбил белок с щепоткой соли сейчас мы все это будем смешивать давай смешивай все это не все да поставь вот так не было так вот не специально силиконовая лопаточка для тортов чтобы вот принять каждый миллиграммчик продукта сохранился и сейчас аккуратненько мы это все смешаем с мукой я сказал уже да что цедру лимона добавила вообще идеально когда конечно мука просеивается но мы на скорую руку делаем шарлотку поэтому мы сейчас не вернем а хочешь тимоша добавим этот какао у нас будет коричневый коричневый шарлотка шкаф лимоном сюда с лимона точно давай смешиваем смешиваем 4 ложки на 4 яйца сейчас добавили что получилось зефирка я это все выливаю сверху на яблоки натертую цедру что все наша шарлотка почти готова сейчас мы поставим духовочку на при температуре 180 градусов где-то минут 30-40 она у нас будет выпекаться я смотрю по времени на глаз всегда потому что я уже знаю свою духовку и то есть я чувствую когда идет уже начинает идти вкусный ароматный запах я прокалываю салонными палочками смотрю пропеклось не вот такая шарлотка у нас получилось мы с тимошкой сейчас побьем чайку у нас уже тепло на улице вот так в принципе прошел день всем до свидания и 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